Всем привет! Сегодня за место блога у нас будет вот такой болтун, болтающий блог. Хочу просто поделиться. У нас есть очень новости, очень хорошие и не очень хорошие новости. Начнем с наших хороших новостей. Я хочу именно поделиться с вами, чтобы вы тоже были в курсе всего того, что происходит, так как мы семья и мы все вместе, то, что происходит у нас, чтобы вы первым делом тоже узнавали об этом. Сегодня утром нам позвонили. Позвонили Андрею в телефон и так объяснили, как бы сказали. Я выиграл, то есть позвонили с администрации города, что Ярославу будет предложено прохождение реабилитации в платном центре. Но для нас это будет бесплатно. Это отплачивает сама администрация и мы будем с курса реабилитации проходить. То есть сначала они позвонили, спросили, мы согласны. Да, нет. В общем-то это сегодня, здесь и сейчас. Курс начинается с завтрашнего дня. Естественно, мы согласились. Поэтому я, честно говоря, подробности все точно толком не поняла. Это разговаривал Андрей. Что там как, что-то это тендер или какой-то грант. Не знаю, в общем. То есть как бы, ну вот Яра так вот попала нам. У Яры будет ЛФК, будет массаж, будет логопед, будет дефектолог. По-моему, даже будет музыкальное занятие. В общем-то я еще точно все это не знаю. Завтра мы конкретно на курсе все это уточним. И вам все расскажем, покажем. По возможности это с завтрашнего дня начинается. 12 часов. Поэтому мы сегодня занимались такими немножко переделкой наших. У нас кто за нами следит, то знает, что Яра занимается еще с педагогом онлайн, с логопедом. И должны мы начать более всего этой недели еще занятие графомоторикой заниматься. Но это в центре. И творчество. Тоже логопедический центр. Мы уже тоже договорились. Но сейчас посмотрим, будем как-то корректировать. С логопедом мы все скорректировали. Завтра мы начинаем на сначала занятие. Будет у нас Яра заниматься час логопеда с 10 до 11. И потом мы быстро собираемся. И в 12 часов мы должны быть. Правда, это другая часть города Калуги. Но это в городе. Это в черте города. Это уже облегчает. Это решает много проблем. Конечно, у нас нет машины. И мы будем, наверное, решать этот вопрос. И там транспорт немножко тяжело. Посмотрим, как это получится. И значит, или это будет уже такси. Или будем ездить на автобусе и там пешком. По-моему, полтора километра от остановки. Но, в принципе, это все решаемо. Все досягаемо. По большому счету, что-то по полтора километра. Так можно сказать. В принципе. Вот. И в 12 часов нас уже ждут завтра на реабилитацию. Единственное, что нам нужно принести от нас требуется справка. Требуется паспорт, документы. Справка о неконтакте с больными людьми. Но это не вирусы, а справка не COVID. Никаких таких тяжелых нет. Поэтому Андрей съездит, возьмет эту справку у педиатра. Но это, по-моему, даже не у педиатра дает. А эпидокружение, справка. Она у нас выдается чуть-чуть в другом месте. По-моему, я насколько понимаю, это вот эта справка. Это, честно говоря, более такие точные данные. Это есть у Андрея уже все, что надо. Вот. Андрей сегодня у нас идет на работу. Но завтра он с нами с утра поедет. Он как раз приедет в 9. В 10 час. Ну, нормально, немножко передохнет. И мы в 11 часов, начало 12-го, мы тронемся из дома. В общем-то, вот. Это по поводу наших таких вот, в принципе, классных новостей, по которым мы хотели с вами очень поделиться, чтобы вы тоже вот узнали. Пока это здесь и сейчас. Не очень новости у нас. По поводу того, короче говоря, сразу кашель начался першить в горле. Все по курсе, все вы знаете, что у Яра занимается, у Яра есть свой реабилитолог, который в Евпатории. Мы это не отменяем, мы это не убираем. Мы с этим не, то есть, как бы не останавливаемся. Просто пока временно, пока вот эти две недели организационные. То есть, почему бы их не использовать и не позаниматься, да, здесь и сейчас, я имею в виду, вот в Калуге. Вообще, мы планировали, очень планировали поездку в Евпатории. В ближайшее время, пока нету, опять не объявлен какой-то карантин, пока есть свободное время, пока есть возможность до школы. То есть, надо было все-таки поехать. Так как у нас в Евпатории лежит препарат, я уже об этом рассказывала, многие знают. Но Яра колет диспорт, мы колем его два раза в год. Зимой мы прокололи, в декабре мы уехали с тем, что мы должны были в феврале вернуться, но и в начале марта. Но в связи с этой обстановкой мы не вернулись в Евпаторию, и наш курс был прерван. У Яры нарастается пластика, уже очень сильно нарастает. Рука очень, честно говоря, все хуже и хуже, естественно, потому что это грудная мышца, она тянет, начинается, опять идет перекос. Естественно, в будущее это усложняется тем, что это начнется с колеоз. Нужна корректировка. Яра вырос, Яра перерос, уже подрастает. И здесь тоже есть много сложностей. Естественно, я не реабилитолог. Насколько я могу, я тяну. То есть, как бы мне тренер наша дает, показывает, что мне делать. И я этим занимаюсь. Но это занимаюсь я. Я не профессионал, не профессиональный реабилитолог. Корректировка нужна реабилитолога. Поэтому мы спланировали. А, ну и у нас лежит лекарство, которое стоит практически 20 тысяч. Оно сейчас лежит и пропадает. У него сроки заканчиваются. Нам нужно ехать и ехать его хотя бы проколоть, чтобы хоть как-то позаниматься. Реабилитацию я спланировала. Все замечательно. Но... Вуаля! Сейчас сезон. Заграница закрыта. Открыта только Россия. И в Крым, как поставили вот большой штампик, почти принял уже миллиард культуристов. Культуристы все едут. Естественно, цены поднимаются. И подняли цены на жилье. То, которое жилье еще неделю назад я договаривалась. И была такая реальная возможность взять достаточно дешево. Сейчас цены на квартиру подняли. Цены на квартиру от двух тысяч. Билеты тоже подорожали. И, в общем-то, вот здесь такая возникла возможность теперь за стопор, что все-таки реабилитация у нас частная. Это не центр. Мы едем не в центр заниматься. Про центры я уже говорила. Вопрос свой. Почему я не езжу? Особенно в сезоны я не езжу. В центры не занимаюсь. То есть, вероятность тех же самых вирусов. Прихватывание всяких соплей и откатов. То есть, надо выбирать там, чтобы совпадали все специалисты. Понимаете? То, что именно нужно здесь и сейчас. А не АБЭ лишь БЭ. Поэтому у нас реабилитация частная. Официально мы не можем открыть сбор. У нас нет личного счета. То есть, центра. Сколько нам нужно. Но по предварительному просмотру, подсчетам. Если брать так, то получается, что на проживание мне надо. Сейчас, конечно, я еще сижу. Я сижу ночами до четырех ночи. В общем-то, ищу жилье. Чтобы, может быть, найти, конечно, более-менее. То есть, это уже не ближе к морю. Это дальше к морю. Даже дальше от реабилитолога. То есть, как бы, хоть что-то как-то. Но более-менее, чтобы проживание тоже было. Да? Какие-то условия. Потому что ребенок особенно. У него есть свои ноги. Которые мы не можем тоже. Мы не можем пойти, честно говоря. Вот просто лечь на полу и поспать. То есть, это реабилитация. Ему нужна более-менее. Но я так понимаю, что более-менее. Это в самом лучшем случае. Это если на месяц туда нам поехать с Ярой. То это под 60 тысяч. Это вообще даже невозможно озвучить. Это только проживание. Если я поищу, конечно, в хорошем. Но, может быть, плюс-минус. Пока я ищу. Потому что то, что мне предлагают. Вообще предлагают 2,5 тысячи в сутки. Сейчас, я говорю, подорожало. Они просто взвинтили. И 2,5 тысячи это самый лучший вариант. Ну, то есть, как бы самый дешевый вариант. То есть, если 2,5 тысячи в месяц. Даже если 3 недели. То есть, это уже выходит под 60 тысяч. Не говоря уже. Ну, если бы хотя бы месяц. Чтобы Яра именно поднакачать. Потому что я не знаю. Я не знаю, как буду рассчитывать на сентябрь, на октябрь. В совершенстве я бы через сентябре, в октябре. Когда цены бы спали. Я бы сейчас бы поехала неделю на 2, на 3. А через месяца 2 уехала бы туда на месяц, полтора позаниматься. Именно реально. Там и логопед очень хороший тоже у Яры есть. Который сейчас на данный момент мог бы позаниматься с логомассажем. Вот. Я бы туда поехала тоже. То есть, как бы там бы в комплексе еще прошла бы реабилитацию. Но никто не знает, как будет с нашими вирусами. Как с нашей пандемией. Когда объявят опять карантин. А вдруг может быть достаточно не объявят. Но у нас в планах еще есть поездка в Латкарина. У нас есть поездка еще на месяц на реабилитацию. Это будет уже по приезду с Евпатории. Мы должны будем поехать к нашему логопеду, с кем мы занимаемся сейчас. Вот. По онлайн. Потому что там педагог нас ждет. Она должна оценить Яру на не онлайном, а именно в личном. Посмотреть все его возможности. То есть, уже оценить, что как. И уже выстроить план действий. Плюс, конечно, хочется логопедического массажа, который Яре пройти. Именно, ну, то есть, артикуляционной гимнастики. Вот это всего, чтобы, то есть, логопед сам уже знал, как с ним дальше вести. То есть, какие у Яры, где консультация нужна личная. Потому что мы, в принципе, еще ни разу не были. Нам надо туда тоже. Мы планируем еще потом месяц в Москву тоже снимать жилье. И так же, потому что у нас это все идет частная реабилитация. Так же, как и сейчас Яра занимается с логопедом. Он занимается частно. Оплата идет просто тет-а-тет. Получается. Вот. Поэтому, официально сбор мы открыть не можем. Но мы просим о помощи. Мы просим вот такой крик, как говорится, души, наверное. Крик по возможности, если можно, это видео. Как бы, могут у вас какие-то найдутся друзья. Какие-то знакомые. Кто, в принципе, может, понимаете, копейка-копейки. Кому-то 100 рублей. Да, но 100 рублей, 50 рублей, это тоже деньги. Это тоже помощь. Потому что, то есть, получается, наша сейчас на реабилитации, мы так по предварительным подсчетам не должна будет обойтись. Плюс-минус тренера 30. Ну, сколько там. Если мы каждый день заниматься. По 1200 мы занимаемся. Но мы занимаемся без выходных. Стараемся максимально забрать. Это, то есть, 36 плюс 60. То есть, это практически 100. И плюс еще билеты. Это нам сейчас, на сегодняшний момент, надо почти под 150 тысяч, чтобы на месяц на реабилитацию. Естественно, пока сейчас такой суммы вот нету. На самом деле нету. Очень сложно. Плюс у нас все-таки, кто знает, у нас Эмилька еще сейчас была пока целый год с педагогами. Пока сдавала вот экзамены. У нее поступление. Еще пока мы ждем, конечно. Мы ждем пока ответов. Вот. Плюс занятия у Яры продолжались в постоянной основе. Поэтому, в общем-то, все группы у нас в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме. Максимально я Инстаграм сейчас тоже восстанавливаю. Потому что немножко по приезду мы упустили. Ну, невозможно Ютуб вести. Но вы, в принципе, все нашу жизнь видите. Вы видите, как мы с Ярой занимаемся. Вы видите, сколько мы занимаемся. Все наши занятия мы выкладываем. Мы, как всех педагогов, стараемся по максимально выкладывать. Поэтому, если, конечно, будет возможность нам помочь, помочь финансово поддержать, чтобы мы быстрее могли собрать эту сумму. И по возможности, то есть по окончании вот этой реабилитации, которая сейчас, то есть я планирую на середину августа все-таки нам уехать с Ярой в Евпаторию. Потому что там остается сентябрь. Ну, чтобы хотя бы захватить середину августа. Потому что здесь же еще и школа. Надо сейчас со школой будет обратно решать. В общем-то, всего очень много. Мы сегодня, я, конечно, постараюсь, может быть, конечно, выложить еще в группах это все. Сбор открыть. То есть, как бы, да, что мы открываем, конечно, сбор. Сбор, все карточки, все реквизиты у нас есть под видео, в принципе. Они все действующие. То есть, весь учет, он ведется. Будет выкладываться все сборы. Будет выкладываться в соцсетях. Возможно, даже, может быть, будет какое-то одно видео. Или на Ютубе, или на Яндекс.Дигске. Что вот по всем этим картам, передвижения по картам. Спасибо огромное, конечно, кто нам помогает в постоянной основе некоторых девочек. Я даже смотрю, нам помогают, вот переводят постоянно. Но я их даже не знаю. Девочки, все равно огромное спасибо. Эти деньги все у нас остаются на Ярико-карте. Или же в тяжелых вариантах они уходят только на лекарства, препараты. Потому что препаратами тоже беда. Мы отказались от денежной компенсации за лекарства. То есть, мы должны по факту получать препараты. Но препараты нам не выдаются. Мы эти препараты все покупаем ежемесячные. То, что у Яры противоэллипидические. Они не дженерики. Это оригиналы. Стоимость этих оригиналов тоже всем известна. Как она стоит. Яру приходится проходить лечение медикаментозное тоже за свой счет. Плюс ЭГ-мониторинги. То есть, и вот эти деньги, которые у Яры скапливаются. Если они как-то тратятся, они тратятся только на все вот эти средства. Вот так. Тяжело, трудно. Честно говоря, долго к этому шли. Долго тянули. Долго вытягивали. Но тянуть не могу. Надо дома решать. Сейчас мы вытягиваемы больше. Насколько мы могли, мы вытягивали. Семь лет больше мы тянули эти реабилитации. Мы тянули это все сами. Мы лечили. Мы, в принципе, никогда не пытались ни у кого не просить ни копейку. Никому не обязывать. Ни родственников, ни друзей. Многие вообще даже не знали. Только в семь лет узнали, что у нас проблемы такие в семье. Мы вообще никому не говорили. И не старались говорить. Старались просто с этим совсем справиться самостоятельно. Но пришло когда-то время, приходят вот здесь и сейчас. И вот так вот, конечно, сложно все. Потому что, в принципе, с одной стороны, может быть, если это был бы центр, то это да, вот вам счет. Вот благотворительный фонд, кто-то скажет. Но благотворительные фонды реабилитации такие частные не оплачивают. И, если честно говоря, я лучше заплачу какую-то сумму, но тому человеку, который знает, что он делает, чем лишь бы абы в центре, абы кому бы, да, вот через просто то, чтобы он просто позанимался. В общем, здесь очень все сложно. Но вот так вот, вкратце. И поэтому спасибо огромное, что вы досмотрели нас до конца. Спасибо, что вы нас посмотрите, поддерживаете. Это видео поставьте побольше лайков, чтобы оно вышло. Чтобы, может быть, нашлись вот так вот люди, кто бы смог нам добрые понемножку, как говорится, по чуть-чуть. Ну и как-то бы хотя бы максимально приблизить нашу реабилитацию. Конечно, мы тоже не сидим. Андрей, конечно, работает над тем, что он, ну все вы видите, он тоже максимально старается работать. Я тоже стараюсь работать. Но у нас, ну вот так вот получается. Плюс еще у нас в связи вот с той трагедией, то, что получилось у бабули с возрастом. Что, естественно, мы сейчас все вместе живем. Это тоже дополнительные. То есть, как бы, да, идут нагрузка на семью, на финансовый бюджет семьи. Он не резиновый. Как бы, как ты не стараешься, как ты не хочешь. Но вот иногда приходится такие моменты, когда надо просить. Приходится просить ради сына. Надеюсь, вы нас поймете. Как бы, да, не осудите. Ну вот так вот. Так что вот так вот. Ладно, все буду заканчивать. Огромное всем спасибо. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки. И нам в путь будем стараться сейчас максимально, чтобы вот нам надо осилить вот это, чтобы через две недели мы могли тронуться с места. Чтобы я могла хотя бы сейчас забронировать жилье, купить билеты, потому что билеты тоже поднимаются. Поднимаются вообще они стремительно. Я смотрю, как бы растут и растут. В общем, не знаю. Ну, естественно, если Крым это единственное сейчас в данный момент место, куда все съезжаются, то, естественно, получается вот так вот, да. Естественно, там и будет возрастать, и цены подниматься на жилье. То есть спрос есть, значит, есть и предложение. Или как там есть предложение, значит, есть и спрос. Ну, в общем, меня поняли уже. Ладно. Все, всем огромное спасибо. Спасибо всем. Пока-пока.